Вон не слышу, там постоянно музыка такая легкая в этом панере Брэд. И телефон, конечно, в сумке где-то лежит, там еще и в этом специальном пакетике. Вообще, я вообще ушла в сторону, вообще не слышу ни мужа, ни сына. Выхожу, у меня столько звонков. Я смотрю, уже пол четвертого, время просто вот так вот и пролетело. Сейчас приду домой, у меня дома работы куча, потому что я столько наснималась сегодня. Вон самолет летит, прямо до брюха дотронуться можно. Еще сказка, конечно. Вообще настроение. Света говорит, когда она пошла на собеседование, там еще была какая-то девочка Юля. Но она тоже как бы вот недавно замуж вышла. И причем так, у нее подружка здесь вышла замуж за американцев. Где-то здесь во Флориде тоже. И когда-то показала просто другу мужа фотографию вот этой девочки, вот этой Юли. Что-то в этом роде. И короче, он влюбился, приехал к ней, забрал ее. Все, у нее сейчас, ну все, она сейчас летит сюда, по-моему, по визе невестки. Это все очень просто делается. И Света говорит, и когда стали разговаривать, оказывается, Света, она у мужа брат. То ли младший, то ли младший, я не знаю, 53 года, высокий такой красивый мужчина, тоже одинокий. Света говорит, тут столько одинокий. Говорит, у него все друзья все одинокие. Говорит, так и что ты, давай, давай все в наших руках, давай девчонок всех сюда поперетягиваем. Да, надо, наверное, наверное, надо открывать брачный агент. А с кого деньги брать? С девчонок или с мальчишек? Или вообще ничего не брать? Деньги-то. Ладно, все. Все, всем, всем большой привет. Всем до свидания. Показать немножко города при заходящем солнце. Давай, езжай, я тебя уступила немножко, давай. Так, вот тут вот Aldi. Фу, Aldi. Да что у меня с памятью опять? Магазин Aldi там дальше. На этом же участке, но дальше. Седану. Этот латиноамериканцы открыли себе свой магазин, и они там друг у дружки там все покупают. Молодцы, и цены хорошие у них там. Магазин такой хороший. Молодцы, ничего не скажешь. Тут несколько седанов магазинов. Еще по меньшей мере два еще здесь есть. И потом я несколько дней назад делала маленькое видео из магазина Бонгридс. Ну, это аптека. Это как бы магазин аптека, хотя это, конечно, больше аптека. Потому что я разговаривала с русской девочкой, которая работает просто менеджером. И она говорит, да, где-то процентов, наверное, 90 дает аптека, а 10 процентов там всякая еда, аптеки, тапочка, конфетки, всякая еда. И мне какая-то девочка с другого штата написала, говорит, а у нас в Болгридсе не так популярно. SUV, хотела сказать. Как еще напротив у нас фармаси? С, 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 С с чем-то фармаси. А я же все время думаю, они, наверное, один и тот же собственник, потому что этот магазин Волгридс и вот этот вот С, С, как же он называется? Они на одном перекрестке можно видеть и Волгридс, и этот магазин тоже. Они одинаковые, они вообще по сути одинаковые. Там даже продукты все одинаковые. Там вообще все, там набор, набор товаров одинаковый. И этот Волгридс я показала, там кто-то написал, ой, там так много косметики. Это самый маленький магазин с косметикой, это Волгридс. Опять-таки на каждом углу. CVS, CVS фармаси, ага, CVS фармаси и Волгридс. Это почти одинаковые магазины. И предпочтение, конечно, отдавать им нельзя, потому что они одинаковые. И они очень маленькие, это по сути, это все равно аптеки. Но там продается какая-то косметика, какая-то зубная паста. Там, конечно, продаются какие-то там продукты питания, кофе, там что-то такое. Но все равно львиная доля дохода идет только от лекарств. А вообще магазины где? Те же пабликсы, там столько же косметики. И там тоже есть в каждом магазине, в Волмарте, в Виндиксе, везде есть аптеки. Потому что аптека это самая, самая, как бы сказать, самая большая прибыль идет от продажи медикаментов. Потому что медикаменты дорогие, люди тут любят их поглощать, в бешеных количествах. Че еще сказать? Что есть, то есть. Итак, сейчас уже почти 4 часа вечера. Как я сказала, 12 ноября. Через 2 дня моего мужа дрождение. Вчера моему сыночечку, моему любимому Данечке было 15 лет. А я уже всем сказал, что ему 16. Но я как всегда, у меня проблема с датами. Без даты, без там, без там, без там. Ой, как хорошо, боже. О, заряженная батарейка. Мне надо сейчас пойти срочно на думбу-данс. Потому что энергия набралась, и у меня ноги в пляс пускаются. Прямо вот еду, а мне на месте не сиди. Не захотеться танцевать! Так, это только Голден Рот. Ого, я ж испугалась. Кто-то поехал на мотоцикле, что ли, такой. А какие мотоциклисты были красивые на этом. Ну, там посмотрите, там вообще супер. Ой, какой парад, шикарный был. И удивительно, удивительно, я первый раз слышала об этом параде. Они каждый год вот такие проводят парады. Но тут парады бывают. Тут бывают латиноамериканские парады. Каждая страна, каждая страна, ну, допустим, чуть не сказала Португалия, нет. Каждая страна выходит, ну, допустим, там, я не знаю, Доминиканская республика, к примеру, там, или что-то еще. Вот они выходят, или просто собираются все страны Латинской Америки и устраивают такой карнавал здесь. Там же ничего себе. И такие эти мучи-мачи в белых костюмах, в соломенных шляпах. У меня там где-то фотографии есть и видео. Я давно, где-то в 2006 году. И я просто забываю, мне надо, чтобы кто-то мне напоминал, надо мне сесть, купить себе большой календарь. И на этом календаре, календаре на весь год отметить все вот эти парады, которые есть, чтобы ничего не пропускать. Потому что я очень часто все пропускаю. Недавно опять пропустила, это, Walking's Dead. Мертвые, мертвые ходящие люди. Ну, как это? Короче, я один раз их застала. Они мертвые идут такие, как покойники, все такие в крови, все такие в синяках. На ногах у них эти, из морга, как на пальце накручивают такие штучки, такие бирочки, что вот такие страшные, такие ужасы. Оказывается, недавно у них опять было там шествие, там целый карнавал. А я уже узнала вечером, я уже домой ехала и слышу по радио, говорят, сегодня вот на Лайке Ола. Там думаю, да, как много я пропускаю. Хотя, хотя, как бы, я почти каждый день на каких-то фестивалях, на карнавалах. То в Интерпарк, то здесь, то Маундора, то сейчас, сейчас, кстати, проходит на Кокобич фестиваль. С 3 по 13 ноября там какой-то бешеный фестиваль, тоже, я не знаю. Но туда надо ехать, туда надо, завтра последний день я могу. Да, может, завтра я еще туда съезжу, не знаю. В общем, только так, надо не только в Орландо. Тут везде постоянно какие-то фестивали, то ли арт-фестиваль, то ли еще что-то, то ли еще что-то. Ладно, все, всех люблю, все будьте здоровы. Всем желаю быть счастливыми. Как хорошо, как хорошо жить.